Ну и вторая схватка в этом весе, также полуфинал, Солонго от Гонбаяр в Монголии и Надежда Куличкина, наша тоже спортсменка, тоже будет бороться за выход в финал в этом весе. Ну и Монголия, как вы знаете, да, это тоже один из лидеров мировой женской борьбы тоже. Да, хорошие девушки из Монголии, частые гости на соревнованиях в России, в Красноярске, как я уже упоминал, да и не только. И вот сейчас сразу же в атаку, в атаку бросается наша спортсменка и в опасном положении находится от Гонбаяр. 4 балла и туше, вот это да, это подарок. Видимо почувствовали они вкус вот этого яркой борьбы. Ну и конечно зарядила, да, Александра Копылова своей энергией и победой яркой тоже, да. И на туше Алина Куличкина, вот это да, 50 килограммов будет якутский финал в женской борьбе. Да, да, это конечно хорошая заявка на будущее. Вообще в целом вот я считаю, что сегодня вот в первый день всегда задают вектор. Задают вектор направления атак, задают вектор, наверное, ажиотажа всего вот этого, атмосферы этой борьбы. И вот в Якутии, что мне нравится, всегда стараются с первого выхода на ковер, вот с места в карьер берут спортсмены и уже как бы один другому передают эстафету. Вот сейчас Куличкина тоже подхватила эстафету Копылова и действительно... Вячеслав, перед нами еще стоит достаточно трудная задача, нам надо будет выбрать, да, какой ковер мы будем показывать в прямом эфире, потому что у нас есть такая возможность выбрать. Безусловно, мы должны будем показать Льва Павлова, да, против борца из Узбекистана. Баяновский также будет бороться с Сучковым, тоже интересная будет схватка. Ну там надо будет уже по, скажем так, по возможности, да, нам посмотреть хорошие схватки. И вот Пушкин тоже интересная схватка будет. На ковре С также... Баир Баяндуев тоже интересный. Вот сейчас уже буквально через схватку Кеджик Оржак, Мохамед Резаша Кири, тоже 65 килограммов за выход в финал, да, Россия и Иран. Сакыбаев и Аветисян тоже 65. Ну, мне кажется, тут действительно будет достаточно сложно, да. Ну и сейчас, прямо в эти секунды, мы наблюдаем схватку Александра Булавы из Белоруссии против, ну, чисто белорусской полуфинал. Волга Хардзей, или как правильно прочитать эту фамилию? Ну да, видимо, Гордей, это Гордей. Да, Гордей. У нас на экране русский перевод, а... Ну, транскрипция обычно у белорусских фамилий достаточно такая интересная. Да, они чуть-чуть видоизменяют российское звучание, русское звучание, ну, такое, что-то похожее. Волга Гордей и Александра Булава. 0-0 счет пока по истечении первой минуты поединка. Ну, какие интересные фамилии, да, прям как из сказок, да, Гордей и Булава. Прям девушки-богатырки, да. Да, сразу вспоминается Алеша Попович и Илья Муромец. Да, интересно, конечно. Это рисовая категория до 55 килограммов. Это вот так финал Георгийский курица. Ну, пока... Да, после этой схватки мы, наверное, в общем, на ковер А, да, перенесемся. Льва Павлова нам надо будет посмотреть схватки. Да, обязательно, это центральная схватка сегодняшнего дня. Туран Муратовым. Ну, Льву Павлову, конечно, в кавычках сегодня повезло именно с Жеребьевкой, конечно. Сразу два борца из Ирана, причем оба они являются призерами взрослого чемпионата Ирана. Один финалист, другой бронзовый, я так понимаю. Ну, в общем, очень серьезными даже уже международной карьерой за спиной, да, очень серьезная битва была, как ты видел. Я видел, как ты снимал. Да, ну и, к слову, сказать о Льве Павлове. Этот парень, который уже действительно себя, несмотря на то, что пока выступает на юниорском уровне, зарекомендовал с самой лучшей стороны, как борец бескомпромиссный, как очень техничный парень с большим будущим. И, я думаю, не сегодня, а завтра он тоже ворвется в двери основной команды. Во всяком случае, в основную обойму точно будет входить, судя по той динамике, которую он демонстрирует. Он, с одной стороны, организует такие красивые, яркие схватки, которые держат напряжение зрителей. С другой стороны, его отличительной чертой является вот это хладнокровие, спокойствие, с которыми он работает в такие интригующие моменты, важные моменты схваток, когда все на кону стоит. И вот мне нравится, что у него есть такое самообладание хорошее. Да, я согласен. Можно было бы после 4.0 уже практически потерять, что называется, контроль. Тем более, когда не идет что-то, ты пытаешься, не проходит. А он не старался, пытался. Ну и, конечно, я же говорю, очередной раз хочется отметить влияние публики. Она прямо мотивирует, заряжает. У меня самого мурашки по коже бегут. Я представляю, что творится на ковре. Да, все спортсмены также отмечают, что здесь бороться просто интересно, потому что болеют, активно поддерживают спортсменов. Это всегда создает дополнительную атмосферу соперничества, борьбы. Я бы сравнил атмосферу на трибунах Дворца спорта «Триумф» с топовыми футбольными матчами, дерби. Но только результаты гораздо лучше здесь на ковре бывают, чем на футболе. Понятно. Но это уже специфика национальных видов спорта. Борьба является действительно нашим медальемким видом спорта, который является в том числе для нас одним из главных поставщиков золотых наград на Олимпийских играх. Поэтому, конечно же, нельзя сравнивать. Вот сейчас мы опять переносимся на ковер женской борьбы. 0-1 впереди, нет, впереди Гордея, Гордеева, да? Гордей. Гордей, да. Волга Гордей впереди. И такая равная схватка. В принципе, по ходу первого периода было понятно, что, наверное, счет будет небольшой. Я не знаю, как там будет во втором периоде, но в первом сценарии был совершенно понятный. Примерно одинаковая борьба. И тот, кто чуть-чуть более активен. Ну и девушки с одной команды, которые тренируются вместе, да, приехали тоже в Якутск вместе. Ну и продолжается в том же ключе второй период. Такая очень вязкая, напряженная, силовая борьба. Кстати, надо отметить, мы забыли отметить и сборную команды Беларуси, да, в которой очень тоже серьезные спортсмены были, да. Конечно, я даже могу назвать, вспомнить, вот финалиста весовой категории до 97 килограммов среди взрослых Владислав Козлов, который пусть пока еще не побеждал, у Александра Гуштына. Но, тем не менее, в некоторых отрезках эпизодов, я вот был в прошлом году на чемпионате Беларуси, в финале он очень неплохую борьбу продемонстрировал и некоторыми эпизодами даже угрожал. Да, я вот удивился, насколько он с большим отрывом выиграл у соперника из так же сборной России, да. Да, он недавно, совсем, буквально две недели назад победил на международном турнире Лео Варданян в Иране, ой, в Армении, в республике Армения, и вот сейчас уже приехал здесь по более младшему возрасту выступает. Но я так понимаю, это такой самородок белорусский, и также, вот, кстати говоря, у него большое будущее, потому что сейчас уже с самых ранних лет хорошую практику получает. Ну, здесь он, кстати, тоже боролся на турнире Коркина, тоже он боролся, боролся за бронзу, поступил нашему Толмачеву. Да, ну, вот это тот самый случай, когда вот это постоянное присутствие на международных форумах, на крупных международных праздниках борьбы, оно все-таки рано или поздно переходит в качество, да, то есть и вот количество, оно в итоге, когда ты работаешь и тренируешься с лучшими, ты не можешь оставаться внизу, да? Ну, надо похвалить, да, сборную команды Беларуси, очень много спортсменов они привезли, и состав действительно качественный, и, как мы видим, и среди девушек тоже, у них одна из них точно сейчас будет в финале, понимаем, да, 55 килограмм. Тем временем Булава пытается изменить ситуацию, и очень близка она была к этому. На краю ковра находится Волга Гордей, которая пока еще ведет со счетом 1-0, но вот по итогу этого эпизода... Да, в партере они вышли, да, за ковер, поэтому... Сравнивают счет Булава и преимущество... А, нет, 1-1, все-таки, да. Да, преимущество уже теперь на стороне Булавы, которая большую часть поединка уступала. Минута и 10 секунд остается до конца этого поединка, и вот сейчас начинается самое интересное, потому что, да, все это было довольно-таки академично, и, конечно же, не вызывало большого восторга, и в том числе, может быть, даже сбивалась концентрация внимания у болельщиков, но вот сейчас, когда схватка и судьба схватки висит на волоске, да, и, скажем так, как в одну, так и в другую сторону может измениться ситуация, и всего лишь надо одно действие совершить, причем такое минимальное, то вот сейчас уже это становится интересно. И сами спортсменки тоже это понимают. Тут идет в атаку Гордей, отбрасывает ноги Булава. 35 секунд до конца схватки. Небольшое затишье, вновь поднимает рефери обеих спортсменок в стойку. Так, 30 секунд всего остается. Голова, как мы сказали, да, ведет за счет последнего активного действия. Этим девушкам по подиуму ходить, да. Да, очаровательные спортсменки, которые вот сейчас, кстати говоря, меняют стереотипы. Девчонки, да, и выглядят прекрасно, и внешность просто модельная. И при этом довольно-таки сильные спортсменки, которые демонстрируют класс борьбы. И на турнике все сколько хочешь раз подтянутся. И со штангой работают. Такое... 20 секунд остается. Ух ты! Вот в атаке, в атаке Гордей пытается она прижать свою оппонентку на стилу ковра и пытается тушировать. 5 секунд остается, но хватит ли времени? Очевидно, что не хватит. Да, еще и прихватывает ногу. Да, она попытается просто взять балл, да, который был бы в любом случае победным, но не получилось. Вот я бы поспорил с правилами международной борьбы. Вот такие схватки, когда в итоге побеждает спортсменка, которая большей частью защищалась, да, и потом на последней, там, на последней минуте, может быть, ей удалось действие какое-то при равном счете, я бы все-таки давал какой-нибудь овертайм. Потому что она не совсем справедливая. Тем более ее соперница была близка вот к тому, чтобы набрать балл на последние секунды. Не то, чтобы я болею за Гордей, но вот действительно было бы справедливо, если бы им дали, там, как в футболе, да, какой-то, там, не знаю, там, 15 минут, а здесь, я не знаю, может быть, 30 секунд. Или как раньше, например, в схватках нашего легендарного, светлая ему память, Бесика Кудухова с Василием Федоришиным, было такое правило, когда захват ноги, да, там, бросали, ну, правда, там тоже не совсем справедливо, бросали монетку, да, и ночью в сторону выпадет. И тут уже, а вот от этого захвата редко кто мог уйти, но я прекрасно вспоминаю вот этот финал Чемпионата мира 2010 в Москве. Я сидел на самой верхотуре Дворца спорта Олимпийский, и прямо на моих глазах мурашки у меня прям бежали по коже, как Бесик Кудухов, вырвавшись из этого захвата ноги Василия Федоришина, его же еще посадил на носки в ковра и заработал баллы, а вместе с ним и золото Чемпионата мира. Это, конечно, вот такие эмоции, я думаю, они были бы гораздо справедливее, потому что, ну, если схватка равная, может быть, какое-то, я не знаю, придумать решение, там, к Лаловичу мы обращаемся, да, что вот если схватка примерно равна, и счет бывает одинаковый, пусть даже и кто-то по итогу набрал балл, там, на последних секундах, надо давать все-таки возможность решать что-то. Ну и у нас что, следующая схватка, мы в ожидании, в ожидании Льва Павлова, да, схватки. Да, сейчас на центральном ковре, как мы видим, Айслан Мангуш и Баир Баяндуев, мы, наверное, перейдем на ковер А, да, где... Да, Лев Павлов против Бехузбе Туран Муратова. Нас просто не просят, если мы эту схватку проморгаем сейчас, нам надо будет показать обязательно за выход в финал, и далее здесь же будет бороться Владимир Баяновский и Антон Сучков, тоже интересная, да, схватка будет. Да, очень интересные схватки, и там еще Ислам Кельчуков, это ковер Б, против Матвея Хмель, Матвея Хмеля, также из России. Это весовая категория до 97 килограммов, да. На ковре, а пока девушки, я так понимаю, да, Маргарита Ковуш, тоже Беларусь, и Кристина Братчикова, да, Россия. Вот Кристина Братчикова, судя по фамилии, это, видимо, родственница Анастасии Братчиковой, недавнего лидера нашей сборной, весовой категории до 68 килограммов, которая сейчас уже завершила карьеру и вроде бы и стала тренером, но если это так, то действительно у нее, я думаю, большое будущее, потому что когда за спиной вот такой родственник или такая родственница, такая сестра, то... Вот она, кстати, выигрывает, да, как мы видим, 2-0 ведет. Да, и вот сейчас она находится сверху, но в такой не очень удобной позиции, потому что ее соперница норовит сбросить, ну, вот поднимают, например, спортсмены. Рефери. Да, это весовая категория уже достаточно серьезная, 65 килограммов девушки. Ну и вновь силовая борьба в самом центре ковра, практически упираются лбами обе спортсменки. Бросается в ноги Коуш, представительница Беларуси, но была готова к этому развитию атаки наша Братчикова и уходит от опасности, при этом сама прихватывает корпус соперницы. И вновь вот эта силовая борьба, которая пока, я думаю, даже видится не столько, делается ставка не столько даже на саму борьбу, сколько на передышку где-то моментами для того, чтобы подготовить атаку. Следующий вот, словно читая мои слова, подтверждает их своими действиями Братчикова, которая вот так имитировала проход, но не пошла до конца, потому что, видимо, видела уже, что атака не пройдет и не хотела давать возможность сопернице на контратаку. Перерыв? Да, если честно, мне немного жаль, что даже практически в виде финалов можно было провести эти полуфинальные схватки, потому что в эфире национального телевидения мы именно вот в полуфиналов только включились, да, с твоим участием, но мы весь соревновательный день с самого утра как раз транслируем, потому что здесь просто пропустить какой-то, какой-то из схваток не хочется, да. Просто надо тогда сказать зрителям, которые, да, хотят, может, посмотреть и другие схватки, что есть возможность посмотреть и по YouTube на канале CSP Triumph и на телевидении Федерации спортивной борьбы России на сайте wrestlingtv.ru. Там все три ковра для вас доступны. Можете включить телевизор, включить на телефоне какой-то другой ковер, смотреть кто-то другой и, в общем, наслаждаться борьбой. Да, обязательно, обязательно подключайтесь и наблюдайте за борьбой в отличном качестве, потому что это борьба, которая стоит того, чтобы смотреть каждую схватку. И я думаю, что на любом ковре, в том числе, кто бы ни боролся, девушки или юноши, все будет очень интересно. И я думаю, что даже не только полуфиналы. Вот мы сейчас наблюдаем за полуфиналами, а я могу вспомнить много четвертьфинальных схваток и даже одной восьмой финала, где прям мурашки бежали по коже, где прям очень много было интересных. Да, я согласен, да. Ну и надо сказать, что наш турнир, да, турнир Романа Дмитрия, он уникальный на самом деле. Такого вообще в мире нет, чтобы среди юниоров проводился международный турнир. Там чемпионаты Европы, мира и так далее, они, конечно, проводятся официальным соревнованиям, так, чтобы практически так такого или где-то есть. Я думаю, что нет. И я не случайно во время трансляции четвертьфинала Льва Павлова назвал ваш турнир никак иначе, как эпицентр мировой молодежной борьбы. Вот прямо сейчас в мире, вот прямо в эти секунды точно нет никакого турнира, который бы стоял рядом и по ажиотажу, и по представительности, и по качеству борьбы. Но я еще скажу так, я разговаривал с Абдусалом Амгадисовым и задал ему вопрос, а влияет ли личность спортсмена, в честь которого проводится турнир, на характер и на, я думаю, сюжет и содержание борьбы. Он говорит, безусловно, потому что Роман Дмитриев – это основоположник олимпийского, золотой олимпийской истории республики Саха-Якутия. И, конечно же, человек, который такое грандиозное событие совершил, как человек, который столько всего добился, и вот даже спустя много лет после той победы, уже это десятый юбилейный турнир, начнем с этого, да, то есть это сам по себе юбилейный турнир всегда бывает особенным. Плюс еще вот это его аура, энергетика, она передается спортсменам, он сам был борцом атакующего стиля, и вот он передает этот самый стиль те спортсмены, которые приезжая просто иначе не могут бороться. Это 4-2, Коуш все-таки откликало 2 балла, да, и минута 11 до окончания схватки, а у нас на других коврах тоже очень интересные поединки проходят с участием спортсменов из России. Ирана на центральном ковре также два борца из России, да, Монгуш и Баендуев, Тыва и Бурятия. Кстати, продолжая тему Романа Дмитриева, я задал вопрос легендарному тренеру, а ныне генеральному менеджеру, если я правильно назвал его должность по кадетам и по юниорам сборной Ирана, Мохсена Каве, он, вспоминая о Романе Дмитриеве, сказал, что мы прекрасно его знаем и помним как ярчайшего борца, который постоянно боролся с нашим Джавади и все время его выигрывал. Но несмотря на это, даже несмотря на то, что он выигрывал нашего борца, мы его очень любим, и оба они в наших сердцах. Вот это слова легендарного тренера Мохсена Каве, который воспитал целую плеяду чемпионов Ирана, и я думаю, они дорогого стоят, если в другой стране, даже несмотря на то, что проигрывал их спортсмен, все равно вот с такой любовью, с такой теплотой вспоминается. Вот, кстати, да, про Мохсена Каве как раз говорили о том, что он не очень часто ездит за границу, то есть только если это того стоит. То есть, да, мне сказали, что своим присутствием он уже показывает, что турнир он такой статусный, большой и значимый, да, безусловно, а я лично имел возможность наблюдать его влияние, степень его влияния на иранских спортсменов. Он действительно, бывают моменты, когда иранцы проигрывали, и вот он выходит в перерыве, вносит необходимые коррективы, и спортсмены прислушиваются, на глазах меняют характер поединка. Да, здесь челлендж, да, опять же. Так, у нас рассмотрение челленджа. Да. Вот замедленный повтор. Видимо, со стороны Белоруссии, да, команда Белоруссии. Ну, здесь понятно, что это уже действительно очень ответственный момент. Здесь арбитры должны отработать. Да, иногда паузы, конечно же, наверное, бывают к месту, когда и напряжение такое большое в поединках, ну, для кого-то это бывает в плюс, для кого-то это в минус, но иногда, когда спортсмены, что называется, поймали свою борьбу, и вот такая длительная остановка, она иногда сбивает темп поединка, и в том числе его вдохновение. Поэтому, конечно, челленджи не всегда идут на пользу, и не всем в том числе. Ну, вот спортсмейка из Белоруссии крупным планом. Маргарита Коуш. Вот еще раз замедленный повтор эпизода, по итогу которого сейчас рассматривается челлендж. Кружит она. О, ныне здесь, да? Вот здесь, наверное, да? Да, вот проход. Проход братчиковой. И вот этот проход, да, они... Да, вот Коуш, да, она вот здесь, видимо, ну, на спину упала, мне так показалось здесь, да. Вот. Вот, да. Так, коснулась одной лопаткой. Ну, здесь, не знаю, на усмотрение судить, сколько они баллов. Да, очень динамичный эпизод. Вот, на самом деле, не просто даже по замедленному повтору определить четко, точно, что же там было. Конечно, сделать это все по самой динамике процесса, да, это вообще очень сложно, я бы сказал, нереально. Просто надо обладать вот этой системой вар, которая в футболе бывает только в голове, да, чтобы у арбитра это все находилось, честно сказать, очень непросто. У арбитров свои там тоже какие-то указания, да, свои моменты, какой момент надо давать. Посмотрите, наэлектризованный волос у Маргариты Коуш, прям от этого напряжения, прям электричество. Прямо в смысле слова, на голове. Все-таки балл, да, братчиковый, я так понимаю, да, и челлендж проиграл, да. Да, пока счет 2-4 на табло, но мы ждем, что изменится. И вот сразу же Братчикова после свистка пошла в атаку и прижимает свою соперницу к настилу, коврата выворачивается. Вывернулась, вышла и ушла от этого сложного эпизода, опасного, но все-таки для нее это абсолютно ничего хорошего не предвещает, потому что 2-7, счет 5 баллов преимущества Братчиковой за 10 секунд до конца схватки. Ну, блин, я не знаю, что нужно сделать, чтобы изменить вот этот ход поединка. Вот сейчас вроде бы пытается вывести на бросок свою соперницу Коуш. Две секунды до конца, одна секунда, нет, не удается ей осуществить броска, а Братчикова еще 2 балла к рукам прибирает и 9-2 побеждает. Вот такая интересная и очень зрелищная концовка, которую нам подарили обе спортсменки. Братчиковой и Коуш, ну, победа россиянки совершенно заслужена и вполне справедлива, с которой мы поздравляем с опытом финал. Ну и что, наконец на очереди у нас центральная схватка, я бы сказал, сегодняшнего дня. Лев Павлов. Да, Лев Павлов и его соперники из Узбекистана, Бехрусбей Куран-Муратов. Ожидаем спортсменов на ковре. Вот еще раз замедленный повтор. Проход в ноги в исполнении Братчиковой Кристины. И вот это опасное положение для Маргариты Коуш. Ну и вот крупным планом Лев Павлов появляется на ковре. И его соперник Бехрусбей Туран-Муратов из Узбекистана. Это весовая категория до 57 килограммов. Полуфинал международного турнира Роман Дмитриев среди юниоров. И, конечно же, сейчас, наверное, момент истинный. Как для самого Льва Павлова, так и для тех болельщиков, которые поддерживают его всем сердцем. Безусловно, очень интересная схватка. Да, финалы в этих весовых категориях, которые мы наблюдаем сегодня, они пройдут завтра в вечерней программе. Ну а утром мы увидим предварительные схватки в оставшихся весах. Чем три дня борьбы у нас. Насколько я знаю, вот следующие пять весовых категорий, которые стартуют завтра, они по составу более представительные. То есть имеется в виду, что там будет большее количество участников. Ну и в том числе и имена серьезного, как я в тот же Мобин Азими, победитель коркинского турнира весовой категории до 92 килограммов. Завтра стартует Алир Зайи из Ирана. Тоже завтра стартует весовая категория до 70 килограммов. И много кто еще. Проход в ноги фирменный, да, в правую ногу от Альва Павлова. Прихватывает он руку своего соперника, напирает, идет в атаку, но тут же выворачивается. Сам, да, ушел или нет? Ну, вроде бы мы без оценки оставили это действие. Да, 0-0. Еще 1-0. Ну, вот показали, показали зубы оба спортсмена. Лев Павлов пошел в атаку, начал эту атаку, а Бехрусбей, Туран Муратов, очень грамотно вывернулся и оборону держал. Да, просто защиту, да, показал. Надежно в этом эпизоде. Ну и сразу же так вырисовываются контуры. В этой схватке, в которых она будет развиваться, ну, во всяком случае, на протяжении первого периода, наверное, Лев Павлов будет атаковать, а Бехрусбей, Туран Муратов будет работать вторым номером. Не всегда это, на самом деле, удобно для атакующего борца, особенно если спортсмен вязкий, если оппонент вязкий, если он умеет хорошо защищаться. Но вот видно, что как раз-таки очень цепкий спортсмен из Узбекистана. Прихватывает пальцы, корпус. И вот пока такая вязкая борьба в самом центре ковра. Он нагружает шею своего соперника Лев Павлов и готовит, чувствуется, прям готовит атаку, но не хочет он бросаться на ура. Он хочет так подготовить. Очень хорошо готовит, да, именно атаки. Он редко, когда выбрасывается именно так эмоционально или в пылу, да, очень хорошо готовит и редко ошибается. Да, вот эта надежность, она на самом деле не совсем свойственна юниорам, потому что юниоры, они, как правило, шашки на голос, с открытым забралом идут в атаку. Но вот встречаются спортсмены, которые за счет вот этой своей надежности и основательной подготовки атак, они вот как раз-таки и демонстрируют класс и продвигаются по турнирной сетке. Видите, что вот сейчас мы и наблюдаем в случае Льва Павлова 1-0 ведет спортсмен из Якутии. 15 секунд до конца первого периода, но никакого сумбура в действиях как одного, так и другого спортсмена нет. Да, счет пока небольшой, поэтому и у Туран Муратова нет повода особо волноваться. Спортсмен из Узбекистана тоже очень грамотно, да, пока борется, но вот второй раз пропустил в правую руку, ногу, да. Да, и чуть-чуть времени не хватило Льву Павлову. Мне кажется, что вот если бы сейчас не концовка первого периода, он мог бы извлечь выгоду из этой ситуации. Так или иначе, уходит на перерыв он в статусе победителя промежуточного пусть, но тем не менее. Это хорошая такая как бы заявка на победу. Всегда вот, какой бы счет ни был, если ты уходишь в статусе фаворита, то у тебя как бы и больше эмоций, и больше мотивации бывает. Ну, а иногда, конечно, когда спортсмен в раздевалку, так что называется, зарабатывает баллы перед перерывом, это тоже оказывает на него такое бодрящее действие. Такой невозмутимый, да, Лев Павлов. Выражение у него редко когда меняется, только спокойный действительно. И все-таки что-то мне подсказывает, что концовка будет очень такая зрелищная. Возможно, да. Потому что все-таки активизироваться будут оба спортсмена. Если вот так оно и пойдет дальше, то все равно Туран Нуратов будет пытаться поддавливать и в какой-нибудь штурм организует. А Лев Павлов, он в этот момент тоже может воспользоваться ошибками. Ну, в общем, не будем сейчас прогнозировать, просто будем наблюдать. Тем более сейчас, во втором периоде, судя по всему, действия действительно уже с самых первых секунд начинают более динамично развиваться. Лев Павлов пытается набрать очередные баллы. А Туран Нуратов сбивает атакующий посыл или настрой нашего парня и сам при случае пытается контратаковать. Вот проход в ногу в исполнении Павлова. Очередной раз уже удачно получается. А вот дальше как он распорядится ногой. Нагружает, нагружает корпус. Хорошо, да, сейчас за спиной оказывается, да, практически. Ну и будет пытаться сейчас заработать, ну, минимум на два надо здесь брать. Готовит он. Интересный, да, сейчас заплат. Бросок, да, хочет сделать. И как грамотно обороняется Туран Нуратов. Он такой еще высокий, конечно, не очень удобный для Льва, да. Да, надо отдать должное узбекскому спортсмену, как он долго стоит. И казалось, уже два балла неминуемо для Льва Павлова. Смотрите, и вывернулся, и вывернулся из неудобнейшего положения Туран Муратов. 1-0 по-прежнему Лев Павлов. Челлендж. Бросает челлендж представитель узбекской стороны. А в чем дело? Бросит балл. Да, конечно, защита у спортсмена в синем впечатляет. Дважды уже удалось ему, да, уйти. Да, Лев Павлов, казалось, в несколько вариантов нам может подниматься. Да, мы видим, что два балла, кажется, одно. Ну, когда он, казалось, посадил, да, ну, не знаю, сейчас посмотрим. Да, он коснулся, коснулся все-таки тремя точками. Тремя точками, да. Мне тоже показалось, там посадил, но, в общем, я тогда уже там не было, да, на табло у нас баллов, поэтому не понимаю, в чем дело. Да, вот. Да, вот рефери зажигает два балла на пальцах. Ну, надо было, чтобы поддержал, да, и руководитель ковра, да, я так понимаю, чтобы поднял тоже два балла. Да, видимо, руководитель в тот момент... Нет, мне кажется, где-то... Вот, здесь, по-моему, да, или нет? Но он должен двумя коленями, я так понимаю, коснуться, да? Да, там должно быть касание одновременно. Либо же вот в тот момент, когда он все-таки после этого эпизода, дальше вот сейчас должен быть... А, вот здесь, да, вот здесь, я тоже вот это подумал, потому что он здесь два балла должен ждать, посадка, да? Да, ну и продолжается у нас схватка. Два балла борцу синим трибором. Посадка на колене. Чемпельдж. Борцу красный трибор, отменяющий. Еще чуть больше полутора минут до конца полуфинала весовой категории до 57 килограммов. Лев Павлов против Бетузбея Туран Муратова из Узбекистана. Сейчас на табло 3-0 было, но за проигранный челлендж еще балл добавляют Льву Павлову. 4-0. Вот так по итогу этого эпизода рассудили рефери. Ну и, конечно, это на руку, естественно, нашему спортсмену. Уже, несмотря на то, что 4-0, это две атаки по два балла. Или одна на четыре, или пять. Да, или одна на четыре балла. Но в то же время уже как-то гораздо больше поводов для того, чтобы чувствовать себя увереннее и, ну, как бы не расслабляться. Но в то же время спокойно, без суеты действовать. Хотя, в принципе, Лев Павлов и даже по счете 0-0 так обычно работает. И чуть больше минуты есть у Бетузбея Туран Муратова. Ему сейчас уже надо раскрываться. Уже никаких других вариантов не остается. Он бросается в атаку, уходит от этой атаки Лев Павлов. Второй раз уходит и сейчас забирает в ответку ногу. Ну, и на два балла сажает своего спортсмена, оппонента. 6-0. Очень грамотно, очень точечно работает Лев Павлов. Не стал он давать возможности для повторного наступления своему сопернику. И тут же стремительно контратаковал успешно. И 40 секунд до конца этого поединка остается у спортсмена из Узбекистана. Для того, чтобы что-то предпринять, ему очень сложно будет. Учитывая, что Лев Павлов также хорош в защите и еще опасно контратакует. Вот сейчас очередная контратака, казалось, уже прошла в исполнении. Лев Павлов вывернулся из нее. Туран Муратов. А вот сейчас два балла уступает еще. 8-0 в пользу Павлова. И надо завершать досрочно эту схватку. Накат. Отлично. Лев Павлов 10-0. Совершает очередной накат. Побеждает досрочно и срывает аплодисменты публике. Но, казалось бы, ничего не предвещало такой концовки. На самом деле мы первый период видели. Несколько атак, которые, в общем-то, защищался очень здорово от Урана Муратов. Ну и, конечно, он уже атаковал, пошел в Аббан. Ну и Лев Павлов заслуженные аплодисменты. Трибуны ликуют. Да, я вспоминаю, как я в начале второго периода говорил, что что-то мне подсказывает, что концовка будет зрелищной и интересной. Так оно и получилось. Ну, наверное, не надо было быть пророком, потому что понятно, что спортсмен из Узбекистана довольно амбициозный парень. И в то же время Лев Павлов, парень, который также хочет порадовать публику. И, конечно, вместе с победами не забывает еще и о зрелищности схватки, что он и продемонстрировал здесь в полуфинале Романа Дмитриева 20-23. Очередная нарезка интересных эпизодов в исполнении Льва Павлова. Вот сейчас, посмотрите, один эпизод, потом вот он следом перевод в партер и посадка оппонента на стил ковра. И вот сейчас вот этот накат, накат завершающий, которым он поставил точку в этой интересной схватке. Ну и следующее противостояние у нас Владимир Баяновский против Антона Сучкова. Оба спортсмена представляют Российскую Федерацию. Весовая категория до 74 килограммов. Полуфинал мемориала Романа Дмитриева. Да, Республика Саха-Якутия, в красном трико наш борец. И Антон Сучков, родной брат Никиты Сучкова, которого все прекрасно знают, да, борцы Красноярский край. Академия борьбы Дмитрия Георгиевича Мендиашвили. Я, кстати, напомню, что встречается победитель прошлогоднего первенства России, тупиковое первенство России, которое называется еще турниром памяти Бесика Кудухова в Краснодаре. Им стал Антон Сучков. И вот я с ним беседовал по итогу той схватки. Он сказал, что да, действительно, у них постоянный обмен опытом с братом идет. Пока, конечно, только брат ему может что-то подсказать. Но вот на схватках, перед схватками, перед решающими схватками, когда они вместе выступают, как это было в Красноярске в начале года на Нерыгинском турнире, старший брат постоянно что-то подсказывает младшему. Они вместе разминаются, вместе, конечно же, развиваются. И хороший пример для обоих. Младший брат придает постоянные вот это вот жажды роста своим старшему брату. Ну а старший брат на правах лидера, на правах фаворита должен демонстрировать марку, должен держать класс, который потом перенимает его младший брат. Вот они вот так вот двигаются тоже. Это очередной пример братской борьбы, братского выступления, представительства. Да, у них борцовская семья, да, и отец тоже, да, борец. Да, у них отец борец, тренер. И вот они оба представители Красноярского края. Но пока счет 0-0 не открыт. И вот призывает реферик активности спортсменов. Да, Владимир Баяновскому, да, предупреждение в усну. Пока, по-моему, без, да. Без 30 секунд обошлось. Антон Сучков пытается вывести своего оппонента на удобную позицию для атаки. Но держит дистанцию Баяновский. Пока грамотно Владимир работает, не позволяет продемонстрировать свои сильные стороны Антону Сучкову. А у него их много. Он все-таки бросается очередной раз в атаку Сучков. И этим может воспользоваться Баяновский. Нет. Нет, все-таки один балл, да. Сучков уже заработал, кажется, да, за счет предупреждения. Да, 30 секунд активити давали Баяновскому. Они истекли, и якутский спортсмен не сумел набрать или продемонстрировать каких-либо технических приемов. Но, тем не менее, характер схватки пока равный. И есть возможности. Вот проблескивали надежды для Владимира Баяновского, который, воспользовавшись опрометчивой атакой Антона Сучкова, мог набрать баллы, но чуть-чуть не хватило. То ли времени, то ли пространства. 15 секунд еще бороться обоим спортсменам в первой половине поединка. Вязкая и силовая борьба. Антон Сучков прихватывает шею и голову оппонента. Но не хватит ему времени для того, чтобы развить это преимущество. Да, тем временем на параллельных коврах у нас тоже очень интересные схватки. Здесь на наших глазах просто драма настоящая разыгрывается. Кыргызский борец из Армении. Вы сами слышите. Да, на 4 балла. И на последних секундах сейчас победа. Вот это развязка. Вот это развязка. Абетисян у спортсмена из Кыргызстана Адена Сакыбаева. Еще раз призываем всех зрителей завтра обязательно принесли. Здесь возможность собственными глазами надо посмотреть такие схватки. На последних секундах бросок на 4 балла. Проигрывал 4-5. Это визитная карточка атакующей борьбы. Это международный турнир Романа Дмитриева в Якутске. Это эпицентр мировой молодежной борьбы. Без всякого преувеличения. Вот просто посмотрите. Да, вторая трехминутка. Мы все время отвлекаемся. Конечно, просим за это извинения. Но, тем не менее, просто здесь разрываются глаза от обилия красивых моментов, зрелищных схваток. Но нам надо будет работать на телезрителя. Так что включаемся. На ковре А у нас в полуфинал весовой категории до 74 килограммов. Военовский и Сучков пока ведет Антон Наркуст из Красноярска 1-0. Да, второй период начинается в довольно-таки схожем ключе, как и первый период. Но в то же время уже, конечно же, будет гораздо больше интриги. Потому что Военовскому обязательно нужно отыгрываться. Сучков, прекрасно понимая, что соперник будет бросаться в атаку, также не рассчитывает на свой один балл преимущества. Потому что наивно, конечно, на это рассчитывать. Безусловно, соперник будет работать до самой последней секунды. И, возможно, даже первым номером. Поэтому, конечно, обоих спортсменов буквально гонят вперед трибуны. И сама ситуация ее развития. Поэтому, конечно же, нам две минуты еще наблюдать интереснейшую борьбу весовой категории до 74 килограммов. 1-1. Вот сравнивает еще Боеновский. И теперь преимущество уже на стороне якутского. Тактическое преимущество сейчас действительно переходит к Боеновскому вместе с преимуществом, которое дает последний заработанный балл. То есть сейчас он в выигрышной позиции. И тактически у него есть более широкий диапазон действий. Потому что он может и защищаться, может показывать активную борьбу. Но не обязательно он должен брать сейчас балл. Ну, то есть, да, такая ситуация достаточно часто у нас возникает в борьбе. Когда достаточно равные борцы встречаются между собой. Дома даже стены помогают. Есть такая поговорка. Ну, вот мы сейчас увидим, так ли это на самом деле. Ну, одно можно сказать совершенно точно. Я не знаю, какой будет итоговый результат. Но то, что Боеновский будет демонстрировать атакующую борьбу до самой последней секунды, он не будет расслабляться. Он будет стараться искать бреши в обороне Сучкову. Это однозначно. Ну, и в то же время Сучкову, конечно же, придется сейчас уже в связи с тем, что он уступает при равном счете, придется изыскивать резервы. Дополнительные резервы для того, чтобы выровнять ситуацию. Для того, чтобы перейти в наступление. Заскану переходит сейчас Владимир Бояновский. Два балла и сразу же попытка переворота. Не получается пока. Ну, работает сейчас на время Бояновский. 3-1 отыгрывается после проигранного первого периода. Да, безусловно, перехватил инициативу Бояновский. И вот сейчас Сучков, который виделся фаворитом в этом противостоянии. Да, безусловно, наверное, в положении отыгрывающегося находится. 30 секунд до конца схватки. Это будет очень интересно. Я уже сейчас предвкушаю. Сучков пытается взвинтить темп. Бояновский уверенно обороняется, вяжет оппонента, нагружает его корпус и не позволяет ему думать об атаке, потому что сам идет в это наступление. Но Сучков не теряет надежды. Очередной проход в ноги не удается. 15 секунд остается всего. Идет в атаку Антон. Хватит ли ему сил? Владимир Бояновский пока очень уверенно защищается. Очень хорошо контролирует соперника. Последняя возглава. Попытка броска. Вот это да. Попытка была броска через плечо в исполнении Сучкова. Поздравляем Владимира. Попытка кочерги не удалась. Ну а Бояновского мы поздравляем с яркой схваткой. И вот трудовая, я бы даже сказал, кровавая победа будет в носу. И вот такой ценой приходится достигать побед. Кстати, достаточно таком, скажем, опять же ему помогло хладнокровие и самообладание. Да, именно вот в юниорской такой борьбе, когда очень молодые люди выходят на ковер. Но зачастую это очень помогает спортсменам. Вот я бы сказал, что он извлек выгоду и извлек пользу от поддержки трибуны. Вот именно так, как оно и нужно было сделать. Потому что многие молодые спортсмены, они когда их начинают поддерживать публика, они из избыточного желания что-то продемонстрировать и обрадовать. Они идут в атаку и сломя голову. И часто ошибаются и потом на последних секундах уступают от чрезмерного желания. Но здесь вот посмотрите, как он не попался с одной стороны на бросок Сучкова, с другой стороны грамотно, уверенно отоборонялся. Ну а там, где нужно было, он включился и набрал свои баллы. Да, сборная команда Якутии сейчас два финалиста. Это, ну, дорогого стоит, потому что, мне кажется, интересно это будет завтра у нас в финалах. Ну, мы сейчас имеем право выбрать любой из трех ковров, Владислав. Так, ну у нас Сергей Пушкин и Артем Беловусы. Они уже отборолись, да я так понимаю, да? Ислам Кельчуков, мне кажется, будет интересная схватка. Это молодое дарование из Кабардино-Балкарии. Это центральный ковер, ковер Б. Да, ковер Б, победитель первенства Европы. Да, весовая категория до 97 килограммов. Также полуфинал Матвей Хмель, да? И Ислам Кельчуков. Да, Матвей Хмель и Ислам Кельчуков. И я бы сказал пару слов об Исламе Кельчукове. Этот парень, он набирает обороты и, несмотря на свою молодость, довольно-таки большими внушительными габаритами обладает. И вот недавно я был свидетелем их совместной подготовки с Романом Власовым. В Нальчике наш легендарный борец греко-римского стиля проводил там сборы. При подготовке к супер-поединку против Акжола Махмудова, который пройдет в Алма-Ате 26 апреля. Даст Бог. И что было интересно, этот парень, Ислам Кельчуков, выиграл в конкурсе Романа Власова, который он такой импровизирован, символически устраивал, трико. Трико Романа Власова. А каким образом он больше всех выдержал и больше всех выложился в упражнениях на велотренажере, если не ошибаюсь. Или же это было даже не велотренажер, а это был грибной тренажер. И вот он прям там чуть ли не упал без сознания, но вот так вот выкладывался. И Роман Власов его отметил, он сказал, у него большое будущее, этот парень. Он не только отличный спортсмен, но он еще и очень такой сильный характером парень. И вот Роман Власов прям там присутствовали, несмотря на то, что он классик, он все-таки там с вольниками работал. Там и Малик Шаваев, там и Анзор Закуев, и Азамат Закуев присутствовали, и еще много кто еще. Но вот Ислам Кельчуков на этом фоне выделялся, несмотря на то, что он младше всех. Да, на ковре нам подсказывают, что схватки все-таки закончились. Давайте мы тогда перейдем на ковер. А, да, наверное, Лат Фризен и... Мушургах Макарчан. Макарчан, да. Сборная Армении. Это международная встреча с участием спортсмена сборной России и Армении. Вот спортсмен из Армении в синем трико. Россиянин в красном. Да, это весовая категория до 86 килограммов. Мощные ребята. Вот, если на английский лад перевести фамилию Влада Фризена, то что-то типа «хладнокровие» будет переводиться. То есть вот «хладнокровие» то самое, которое помогло Льву Павлову, Владимиру Баяновскому одержать победу. Вот будет интересно, поможет ли, будет ли созвучна его фамилия сама борьба и сам сценарий схватки Влада Фризена против такого горячего армянского парня Мушурга Макарчана. Пока счет 0-0 и все только начинается в этой схватке и будет очень интересно наблюдать за ее развитием. Вот пока что сложно кому-то отдать предпочтение. На самом деле очень интересная фамилия у спортсмена из Армении. Тут, если две фамилии и имя, тут, по-моему, больше десяти букв и только две из них классные. Настоящее испытание для комментаторов. Но это тоже своего рода интересный вызов, с которым надо справляться. То есть у спортсменов свои вызовы, у комментаторов свои. Да, надо их находить и справляться. Я бы сказал, это не такое сложное занятие, как произносить фамилии монгольских борцов. Некоторые из них там прям вот совсем сложные для выговаривания. Но пока у нас по нулям. Первые две минуты такой тактической борьбе проходит. Ну и арбитр пока не вмешивается. Фризин, Влад и Мусорк Мукартычан. А еще на одном ковре также полуфинал весовой категории до 97 килограммов. Там Владислав Козлов из Белоруссии, серебряный призер чемпионата Белоруссии, встречается с Зафаром Алиевым из Азербайджана. Да, у нас две последние схватки сегодняшнего дня. Завершаются соревнования. Вернее, первый день соревнований у нас еще два дня ждет. Завтра будет совсем жарко, потому что с утра и до позднего вечера, я так понимаю, завтра будет. Потому что и финалы у нас завтра ждут. И церемония открытия. Надо запастись вам и эмоциями тоже. Безусловно. Влад Фризен ведет со счетом 1-0 по итогу первого периода. Такая не очень зрелищная схватка, но в то же время, конечно же, можно понять, встречаются такие великаны. Хотя весовой категории до 86, казалось бы, килограмм, средний вес, но такие габаритные ребята. И, честно говоря, особенно армянский борец, он прям такими габаритами с вами впечатляет. И не просто приходится Владу Фризену, именно с этим, наверное, связан в том числе такой небольшой счет. 1-0. Да, вот, кстати, очень хороший, качественный состав и сборная Армении. Действительно, что мы рассказывали, да, что несколько очень сильных юниоров привезли. Я думаю, что и здесь также будет конкурентная борьба и во втором периоде. 1-0 пока еще ни о чем не говорит, да. Это точно. Продолжается второй период схватки Фризен-Вакричан. 1-0 впереди россиянин и пытается он упрочить свое преимущество. Но упирается, упирается армянский борец. Держит его на дистанции, прихватывает шею. Швунгует и пытается вывести из равновесия россиянина. Выкручивается из этого положения. Выныривает Фризен и прихватывает в свою очередь шею и корпус своего соперника. Пробивает руку снизу. И удобная позиция была для атаки, но чуть было не поплатился за это Фризен. Подловил его на контратаке Макарчан, но сам не успел воспользоваться преимуществом в том эпизоде. У нас на самом деле эти месяцы просто полны борьбой, можно сказать. Потому что, как я говорил, первенство России будет уже через месяц, в апреле, в середине апреля. Может быть, приедете, посмотрите, если будет возможность. Потому что там будет очень серьезная организация, уже готовятся люди. А тем временем ногу забирает армянский борец и сажает нашего спортсмена на настил ковра. Но баллов пока нет и вывернулся. Сумел вывернуться Фризен из этого непростого положения. Казалось, что сейчас улетит он на 4 балла, но нет. Сумел он оказать достойное сопротивление армянскому борцу. Снова челлендж, по-моему, да? Да, бросают челлендж представители Армении. Да, как умудрился, да. Вроде, как ты говорил, габаритный ребята, но такой, да. И сумел вернуться в такой непростой ситуации. Но посмотрим сейчас мы тоже повтор. А что касается частых приездов в Якутию, то я могу сказать, что да, от турнира к турниру Якутия, с одной стороны, сокращает дистанцию между турнирами. То есть раньше это было, например, среди крупных турниров, о которых все говорят. Это Кубок мира в 2019 году, потом Коркинский турнир в конце прошлого года. И сейчас сразу же Романа Дмитриева уже на молодежном уровне. А через месяц, то первенство России по молодежи. И я думаю, что запоминаются болельщикам вот это то качество, с которым проводят соревнования в этом славном борцовском городе Якутске. И, ну, просто приходится, наверное, от восторга постоянно недоумевать нашим многим болельщикам, как же такое зрелище мы упускали раньше. То есть ведь это 10-й турнир Романа Дмитриева. Нет, 9-й, но он с 13-го года проводится, один год просто пропустили, поэтому 9-й. Один год пропустили, но, тем не менее, я говорю, это далеко не первый турнир, а вот сейчас только они начинают узнавать. Ну, понятно, что масштабы и понятно, что там средства не всегда находились, может быть, в таком большом объеме, чтобы, конечно, его так представительно провести. Понятно дело, что, наверное, не всегда по 13 стран участвовал, но, тем не менее. Я думаю, что и предыдущие турниры были интересны. Нет, конечно, да. Якутия постепенно приоткрывает завесу и показывает, что на самом деле она стоит во главе пилотона по соревнованиям, в том числе и здесь и чемпионат страны в 2016 году проходил с размахом. Здесь и, вот я же говорю, вот этот Кубок мира неоднократно упоминаемый. Вот сейчас все чаще и чаще она заявляет о себе к честь республики. А в этом году у нас еще будет 95 лет Дмитрия Петровича Коркину. Тоже будет международный турнир на самом высоком уровне проведен. В сентябре уже он будет, в начале даже сентября. Да, чуть-чуть изменилось. И тогда, да, по календарю там немного какие-то нестыковки были, поэтому чуть-чуть поменяли. Вот как раз встреча была главы республики Василия Сергеевича Николаева и главой федерации спортивной борьбы, да, вот на дня буквально, на той неделе. Я бы еще добавил, что здесь не только на взрослом уровне, но и на юношеском. Дети Азии вроде бы в этом году ожидаются, да? Да, в следующем, в следующем году. Это тоже такой крупнейший форум не только по борьбе, а вообще по всем видам спорта. Такой своеобразный азиатский чемпионат. Да. Кстати, зимние игры, они тоже по разным регионам сейчас проводятся. Были у нас, ну, начались тоже у нас. В этом году Кемерово принимал, буквально, наверное, в прошлой неделе они завершились. Эти игры тоже очень с большим участием других стран. Масс-рестлинг, я знаю, в Якутии очень сильно распространен и собирает полные трибуны. Поэтому, действительно, здесь яблоку негде упасть как с точки зрения турниров и с точки зрения их концентрации, так и с точки зрения эмоций, которые царят на трибунах. А вы еще приезжайте летом к нам на национальный праздник РСЭХ. Там у нас национальное многоборье есть, да, которое забирает просто огромное количество зрителей. Игры дыгына называются, там, семь видов спорта, ну, национальных. Все вышесказанное свидетельствует о том, ярко свидетельствует и иллюстрирует, что Якутия – это одна из самых спортивных республик нашей страны. И здесь, действительно, есть на что посмотреть и есть куда приехать. Для чего приехать? Да, Фризен все-таки 3-0, да, ведет схватку. И очень активно сейчас Макарчан идет под атаку. Ну, второй период, ожидаемо, выглядит более зрелищно. И Макарчан уже включается. Но, тем не менее, пока что удаются атакующие действия только россиянину. Минута ровно остается до конца этого поединка и до конца, наверное, полуфиналов. Хотя нет, еще в завершении полуфиналов будет на ковре «Ц», я так понимаю, где Владислав Козлов ведет со счетом 3-0 в противостоянии с азербайджанским спортсменом. А на нашем ковре, на ковре «А» Владислав Фризен со счетом 3-0 по-прежнему побеждает. Мушурга Макарчана. И пока не видно, за счет чего армянский борец сможет переломить это развитие событий. Нагружает по-прежнему шею и корпус своего соперника Фризен. Не дает возможности перейти в наступление своему сопернику. Но пытается сейчас, пытается сбросить руки оппонента Макарчан. Пытается организовать подобие финального штурма. Понятно, что силы на исходе. Понятно, что Фризен постоянно перемещается. Но вот проход был. Попытался осуществить Макарчана. Ошився. И Фризен окончательно зафиксировал его у нас сила ковра. Не давая возможности абсолютно ничего осуществить. Победные скинутые руки Влада Фризена, который, одерживая победу, отбирается в финал весовой категории до 86 килограммов. С чем мы его и поздравляем. У нас завершающая схватка первого дня соревнований заканчивается победой представителя сборной команды России Владислава Фризена. Он выходит в финал. Ну и у нас последние секунды на ковре С тоже проходят. Уже весовой категории до 97 килограммов, где вел Владислав Козлов. А, первый период только заканчивается. Когда там челлендж был, тоже, по-моему, время тянули. Поэтому мы можем, наверное, посмотреть, если есть возможность. Да, безусловно, интересно было бы посмотреть за развитием этого поединка. Тем более, что спортсмены довольно-таки интересные. Также представители Белоруссии и Азербайджана Козлов и Алиев. 6-1 ведет уже Владислав Козлов против Зафара Алиева. Это весовая категория до 97 килограммов. Я напомню, что Владислав Козлов это соперник последних лет для Александра Гуштына из Белоруссии и для непривлекаемого и бессменного лидера сборной Белоруссии. Ну, кстати, да, вот человек, о котором мы как раз говорили, да, мощный атлет, богатырь настоящий белорусский. И смотри, кто же с каким преимуществом сейчас ведет. Вот, возможно, мы видим взлет очередной звезды борьбы в тяжелом весе, да. Я вот честно говорю, что здесь мы видели действительно очень много борцов, которые потом вырастали в настоящих легендах. Да, вот Хасан Язданье, он здесь боролся тоже. Проигрывал 9-0 и выиграл там 7-21, сколько-то там. Да, я слышал об этой истории и на самом деле очень многие ребята начинали, зажигались на турнирах в Якутии и потом вырастали в таких маститых настоящих гигантов своего вида спорта, да, вот борьбы. В частности, Хасан Язданье – это величина средней весовой категории всего мира, это Олимпийский чемпион 2016. Ну, вот сейчас Владислав Козлов пока, конечно, в Белоруссии второй номер, да, но все у него впереди. И я думаю, что настанет и его время, учитывая ту борьбу, которую он демонстрирует, в том числе прямо сейчас на ковре против своего соперника из Азербайджана. И в таком возрасте всего 20 лет, да, под парню, и такая мощь, мощь такая у него уже есть, которая позволяет ему выигрывать своих соперников с большим преимуществом, да. Да, такой высокий, статный, техничный и очень напористый парень, который постоянно идет в атаку, который вне зависимости от уровня соперника, не признает авторитетов, который старается демонстрировать свою борьбу, старается работать первым номером. Не всегда у него это получается, вот в данном случае проходят его приемы и 6-1, 5 баллов преимущества против Азербайджана. Еще один проход, как он поднимает соперника, 4 балла, 10-1, вот это да. И один балл разделяет белорусского спортсмена от досрочной победы, накат, и этим накатом он ставит точку, не только в этой схватке, но и в сегодняшнем первом соревновательном дне международного турнира Романа Дмитриева. Это праздник атакующей борьбы, который завтра продолжится с еще больше силой, и новый виток даст противостояниям, и новые имена зажгутся, я уверен. А мы с вами не прощаемся, мы вам говорим до свидания, потому что нашу сегодняшнюю работу украсили вот эти схватки. Завтра мы продолжим в том же ключе, и я думаю, всем будет интересно. Да, Вячеслав, в свою очередь хочу тебя поблагодарить за то, что присоединился к нам, поделился своими впечатлениями. Ты уже, можно сказать, для нас частый гость, потому что мы с тобой работали и на турнире Дмитрия Коркина, Дмитрия Петровича. Я думаю, что не первый раз ты к нам приедешь и в этом году, ждем тебя в гости и на первенстве России, и на турнире Дмитрия Петровича Коркина. Ну и, конечно же, санонсируем немного завтрашний день, завтра нас ожидает самое главное финалы, конечно, да. Ну и с самого утра нас ожидает также предварительные схватки, да, они начнутся уже в 10 утра, здесь ЦСП «Триумф». Приходите болеть за спортсменов, смотреть за красивой борьбой. И, конечно же, всем большое спасибо за внимание, смотрите борьбу, любите борьбу, занимайтесь спортом и будьте здоровы. Ну и хочется в концовке сказать троекратное «Уру и Айхал», таким вот образом, таким кличем поприветствовать болельщиков в Якутии, которые, безусловно, неподражаемые, которые делают зрелище, которые дают вдохновение, мотивацию для спортсменов. И, конечно же, для ваших комментаторов Степана Посельского и меня, Вячеслава Абдусаламова, которые с огромным удовольствием отработали первый соревновательный день мемориала Романа Дмитриева. Спасибо огромное. Всем спасибо, до свидания.